Помощь тем, кому сейчас нелегко. Профсоюз работников здравоохранения вместе с волонтерами-медиками активно собирают продуктовые наборы. Отправятся они к медработникам, у которых многодетные семьи, матерям-одиночкам и всем, кто особенно нуждается в помощи. Все это происходит в рамках акции «Помощь рядом», которая инициирована профсоюзом совместно с партийным проектом «Единая Россия. Здоровое будущее». Мы сегодня говорим о том, что мы будем помогать не только продуктовыми наборами, не только средствами индивидуальной защиты, но и мы всегда рядом с медицинскими работниками по вопросам начислений компенсационных, стимулирующих выплат, по поводу трудовых взаимоотношений с руководством лечебных учреждений, где они работают, потому что, на наш взгляд, именно сегодня эта работа крайне и архиважна. За время проведения акции 28 медицинских учуждений республики также получили средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы. В их числе и городская клиническая больница и Центр инфекционных болезней, которые первыми начали прием больных с коронавирусной инфекцией. «В данный период, в период пандемии, когда нам предложили помощь от профсоюза работников здравоохранения в обеспечении продуктами, для тех семей, которые реально нуждались, многодетные семьи, матери-одиночки, таких коллег в нашем учреждении достаточное количество, подавали заявки, конечно же, многие, и всем этим людям оказали достойную помощь». «Рискома профсоюза, оказывается, непосильная помощь, поддерживает наших медработников. Вот сегодня тоже такая акция, что они нам дают продуктовые наборы. До этого тоже у них была такая акция. Помимо этого они предоставляли путевки нашим медработникам, которые заболели от коронавируса, бесплатные путевки в санатории». Не обошлось и без колоссальной помощи волонтеров-медиков, которые ежедневно собираются на базе организации, чтобы упаковать и отправить посылку адресатам. Приходят сюда и новички, и те, кто с первых дней распространения заразы в рядах добровольцев. «Мне нравится быть частью благого тела, так как я считаю, что добро возвращается, и необходимо всегда делать добро, потому что никто не знает, что будет завтра. Возможно, завтра мы окажемся в такой ситуации, и нам тоже помогут». Знак внимания тем, кто встал на защиту населения Дагестана от коварной болезни, сейчас крайне необходим, считает председатель Республиканской профсоюзной организации. Акция проводится с первых дней распространения пандемии на территории республики. За это время более 5000 медиков получили помощь от профсоюза. К сожалению, болезнь и сегодня не отступает. Врачи продолжают бороться с вирусом, но немногие дагестанцы осознают всю серьезность ситуации. «Опасность рядом с нами. И самое страшное, что эта опасность невидимая. И очень важно, чтобы мы все, уважая друг друга, соблюдали масочный режим, обрабатывали руки, как бы это банально не звучало, но какими-то, да, вот санитайзерами. И, конечно же, это перчатки. Учитывая то, что сегодня жарко, учитывая это время года, все это, конечно, крайне тяжело для выполнения. Но это наше спасение. Спасение нас и наших близких». Использование средств индивидуальной защиты и следование рекомендациям специалистов поможет врачам выстоять в этой неравной битве. Обезопасить здоровье людей, тем самым спасая от перегрузки медучреждений республики. Ну а пока опасность все еще здесь. Акция «Помощь рядом» продолжается. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.